Франция работает со странами ЕС над открытием совместной миссии в Афганистане, Макрон. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько европейских стран работают над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане. Это не будет означать политическое признание или политический диалог с талибаном. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на агентство Reuters. Западные страны пытаются решить, как взаимодействовать с талибами, после того, как они молниеносно захватили Афганистан в августе, когда силы под командованием США. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Завершали свой уход. Соединенные Штаты и другие западные страны закрыли свои посольства и отозвали своих дипломатов, когда талибы захватили Кабул. После чего боевики создали Временное правительство, высшие члены которого находятся под санкциями США и ООН. «Мы думаем об организации с несколькими европейскими странами общего представительства, которая позволила бы присутствовать нашим послам», — сказал Макрон репортером в Дахе перед поездкой в Джиду в Саудовской Аравии. Соединенные Штаты, европейские страны и другие страны неохотно признают официально талибан, обвиняя их в отказе от взятых на себя политических и этнических обязательств и защите прав женщин и меньшинств. Макрон подчеркнул, что открытие представительства не будет означать политическое признание или политический диалог с талибаном. В заявлении, сделанном после переговоров с талибами неделю назад, Европейский Союз предложил открыть миссию В. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Ближайшее время. Делегация ЕС подчеркнула, что возможность установления минимального присутствия на территории Кабула, которая не повлечет за собой признание. Будет напрямую зависеть от ситуации в области безопасности, а также от эффективных решений властей до факта, позволяющих ЕС обеспечить адекватную защиту персонала и помещений, говорится в сообщении. Франция отдельно объявила в пятницу, что с помощью Катара она провела миссию по эвакуации из Афганистана, вывезя из страны более 300 человек, в основном афганцев. Напомним, Организация Объединенных Наций призвала к принятию срочных мер по поддержке банков Афганистана. Рост числа людей, не способных выплатить кредиты, сокращение депозитов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие месяцы.